Вот что может меня Кристина заставить встать в 7 утра, кроме того, что там школа, там дети, все понятно. Еще и Андрей Стась, который привез своих сыновей на раннюю тренировку на Чижовка-Арена. Я всегда интересовал тот момент, вот как такие великие хоккеисты вообще могут своих детей кому-либо еще доверить, кроме себя. Посмотрим. Обещали мастер-класс. Вот Алексей. Алексей. Да, это Артемий. А, значит, вратарь не тащит вау. Это вратарь, тут видно, кто вратарь, да. Он вчера пропустил немножко, поэтому сегодня только на тренировку. Папа уже включил тренера, да? Ну, чуть-чуть. Идем в раздевалку, да? Да, идем, да, поддеваться. Сколько тренировок в неделю у ребят? Каждый день, 6 даже. Тем, сначала в нападение играл, потом что-то, говорит, все, хочу на ворота и все. Отговаривал его как можно. С вратарями бесполезно спорить. Парни, хорошая самодача, работоспособность, огонь в глазах и всем удачи в тренировке. Давай, хорошей тренировке. Давай, берем шарик и двигаемся дальше. Ну все, тренировка начали. Очень классно, что у нового поколения тренеров всегда есть план. Даже на этой тренировке сейчас выполняю упражнения с ребятами, там что-то подсказывает. А как было в твоем детстве? По-разному было. Было весело, это 100%. Помню все турниры, какие-то товарищеские игры, да, когда родители ездили с нами на турниры. Было реально очень весело. Но сейчас более какой-то профессиональный подход, я бы даже сказал. Сейчас больше информации для тренеров, для ребят. Больше возможности развиваться. Ну, моя точка зрения, что главное не отбить охоту. Чтобы глаза горели. Ну, мы заметили глаза, горят. Андрей, а почему именно эта школа? Руслан Салеев. Да так, на самом деле, получилось. Они изначально, вообще, первая школа, где они встали на лед, именно под погоду тренироваться. Было в Омске, в авангарде, потом в ЦСКА. Ну, и как ты думаешь, Минская школа достаточно для того, чтобы подготовить мальчиков? 100% достаточно. Льда навалом, тренерский штаб суперквалифицированный. Осталось только желание, да. Ну, понятно, что немного удачи, она должна присутствовать всегда. Но другой спорт не рассматривали, я так полагаю? Ну, нет, получается, брат всю жизнь в хоккее, у него два сына тоже всю жизнь в хоккее, я всю жизнь в хоккее. Я думаю, пацаны даже не задумывались о чем-то другом. Новое поколение, у них очень много соблазнов, там, от телефонов, компьютерных игр, там, это, раньше не было всего этого, да. Вот я дождалась того момента, когда Андрей Стаси говорит, что раньше было другое время, мы были другими, мы играли в футбол во дворе. Покатаешь ты немножко, давай? Ну, чуть-чуть. Поработай, да, давай, тут замерзнешь. Кто последний? Давай, я за тобой. Тебе сложнее воспитывать своих мальчиков, вот я вспоминаю опыт твоего отца, того же, который растил так же, хоккеистов? Я не могу сказать, что сложнее, просто сейчас так получается, что на расстоянии, в этом плане очень сложно для меня. В целом, сейчас ребята посмышленнее, если мы были где-то какие-то наивными и так далее, то сейчас уже палец в рот не клади, да. Я считаю, что на данный момент есть все, чтобы развиваться. Здесь? Здесь, да, все условия. Я вижу по тренировкам, тренерский штаб в целом горит, чтобы с них что-то выросло. Это очень классно. Тренировки все равны. Конечно, сто процентов. Вы ведете эту группу с нуля. Какие успехи на данный момент? Да, детей я этих набирал 4 года назад, то есть это мой первый набор, скажем, такой первый опыт, так как в тренерстве я уже более 6 лет. Что касательно Артемия и Алексея, они присоединились к нашей команде спустя 2 года, как произошел набор по данному году рождения. Они очень быстро влились в наш коллектив, показывают неплохие успехи. Они задействованы в основном в составе нашей команды. И на каждом матче, на каждом соревновании, турнире они помогают нашей команде выигрывать и показывают достойные результаты. А к чему вы стремитесь как тренер? Ну, в первую очередь, это привить любовь к хоккею, трудолюбию, чтобы дети понимали, что хоккей – это большой, тяжелый, зернистый путь. Власть, 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 Власть. Можете определить, кто реально может выстрелить? На данный момент это очень тяжело сказать, потому что детский хоккей – это очень непредсказуемая вещь. И каждый год что-то где-то меняется, кто-то добавляет, кто-то сбавляет, кто-то остается на месте. Но мы со своей стороны, тренерский штаб, руководство школы, мы делаем все возможное, чтобы прийти к тому, чтобы максимальное количество детей, обучающихся в нашей школе, добились максимальных результатов и заявили о себе. Кстати, мы с тобой виделись в последний раз, ты привозил тубок в 21-м году, который взял с авангардом. За это время много воды утекло. Ну да. Сейчас ты вообще в Челябинске, серьезный город. Да, суровый город. Привык адаптировался или шок такой после ЦСКА, после авангарда? Не могу сказать, что шок какой-то. Тем более я в Нижнекамске годик отыграл. Кто играет по России, все плюс-минус понимают, что за города и так далее. Смотрите, опять прямой атаки, разжащий бросок. Здесь два дня на Чижовской арене были матчи сборной. Тебя, к сожалению, в Ростере не увидели, потому что, говорят, состав молодой. Могу сказать, что молодежь у нас есть отличная. Даже по этим играм видно, насколько талантливые есть пацаны. Кстати, кто тебе импонирует, кто нравится? Не хочу никого-то выделять. Ну, например? Нравится Усик. Да, он в одну игру, по-моему, сыграл всего. Ну, в целом… Усик – это Усов? Да, 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 да. На всякий случай поясняет, да. Кто еще? Праворукик Лимович, по-моему, да? Тоже парень и рукастый, и с броском. Очень много классных пацанов, на самом деле. Дмитрий Вячеславович с ним работали в ЦСКА. Я знаю, что они любят настырных ребят. Я думаю, что если пригласят, то еще… Еще поиграешь, да? Чем-нибудь полезным чем-нибудь подскажем. Тридцать четыре. Еще я думаю, что есть силы и есть желание помочь в сборной. И дай бог еще в Минске поиграть. Оп! Тихо! Ну, видишь, такое время. Сейчас параллельной вселенной проходит чемпионат мира по хоккей. Да. Я думаю, что это временно. Именно. А как не потерять мотивацию? Ты-то поиграл на девяти чемпионатах мира. Ты был на Олимпийских играх. Тебе, возможно, легче об этом рассуждать, потому что ты прошел этот путь. И знаешь, как говорится, грех жаловаться, наверное. Согласен, что международные соревнования уровень высокий очень. Я считаю, что надо сосредоточиться на каких-то клубных делах. А если брать сборные, то со сборной России такое количество матчей сыграть. Это огромный опыт. Кстати, чего раньше никогда не было. Да, чего раньше никогда не было. В любом случае, эти игры, эти турниры, они несут огромную пользу. Андрей, вспоминал ты квартального, что играл при нем. Да. А что скажешь о смене на тренерском мостике в сборной Беларуси в Минском «Динамо»? С точки зрения развития белорусского хоккея, я думаю, что это правильное решение. В любом случае, время покажет. Знаю, что он очень требовательный тренер. Знаю, что он справедливый тренер. Это немаловажно, да. А без обид, что не взял тебя в сборную сейчас? Да без обид, какие обиды. Вы видите, там, я не знаю, сколько там самому старому. Тут он, Фальковский, наверное, да, сколько там, 26, самый старый. Ну, для этого есть такие турниры, чтобы дать молодым пацанам шанс и проявить себя. Давай про твою клубную карьеру. Ты в Челябинске, в Тракторе, у тебя контракт еще на год там, да? Да. Ничего пока без изменений, все так и остаешься там? Ну, на данный момент, да. Может что-то поменяться, как ты думаешь вообще, в принципе? Мысли, конечно, есть. Такой вид спорта, что в любой момент может что-то поменяться, да. Конечно, хотелось бы дома поиграть еще. Ну, как получится, так получится. То есть, если получилось в Минском «Динамо» при квартальном ты был бы... Ну, я с удовольствием, да. Вероятность есть? Какие условия контракта? Тебя в аренду могут взять? Там, на самом деле, все сложно. Там сейчас новый генменеджер с «Авангарда» пришел. Вот. И он сейчас строит команду так, как он считает нужным. Вот. Поэтому там сейчас немножко все в подвешенном состоянии. Как оно будет, не знаю. Ну, посмотрим. Но на данный момент контракт с Челябинском, поэтому сейчас все мысли там. Как ты думаешь, квартальному сейчас сложнее будет? Потому что цель, я опять-таки говорю, повышается ставка. Я думаю, будет непросто. Потому что, ну, все в ожидании того, что будет результат. Сходу, прямо в первый год, это всегда очень сложно сделать. Потому что, ну, система, я так понимаю, поменяется. Да, я имею в виду на площадке. И легионеров станет меньше, вероятнее всего? Вероятнее, если честно. Это хорошо, на твой взгляд? На мой взгляд, для Беларуси в целом хорошо. У нас достаточно хоккеистов. Соберем ли мы ту команду, которая будет конкурентоспособна сейчас? Слушай, ну вот даже по этим играм, если наравне играть Ю-25 в России, то почему бы и не сыграть в Хреллске? Я не думаю, что будут какие-то огромные проблемы. Какое впечатление от тренировки с сыновей? Как они вообще на льду? Да, да, только положительное впечатление. Да. А ты устал? Ну, немного. Есть мокрый. За что тебе нравится хоккей? Ну, мне нравятся физические упражнения. Там отжимания, пресса, это все. И мне еще нравится на коньках кататься. Кто ты, Памплуа? Попадающий. И будешь шайбы как папу забрасывать? Буду. Смотрел папины матчи? Конечно, смотрел. Какой матч тебе запомнился? Против кого? Против ЦСКА финальный матч, когда папа выиграл кубок. Стема, ну а ты вообще как-то стал вратарем? Ну, я посмотрел за вратарем, и я захотел попробовать тоже вратарем. Ты всегда видишь шайбу? Она же так быстро летит. Ну, да. Папа, что ты на это скажешь? Прям со всей силы. Я поддержу его в любом начинании, скажу так. Стема, ты понимаешь, что вратарь это полкоманды? И если что, вдруг пропускают, то все на вратарях. Да. И не страшно? Нет. С этим у него все в порядке. Вот с высоты своего опыта. Характерный парень, если что-то не получается, добивается. Настырный, сто процентов настырный. Не суетится, эмоции держит при себе. Это очень важно. Хотел? Алюша. Леха? Леха Ветерный. Да. Да. Он молодец, старается во всех турнирах. У всех. У всех, которые были два турнира последних. Мне понравилось, что ты награл. И потихоньку кей-то прибавляет. Будешь как папа? Лучше папы. Лучше папы. Дети должны быть лучше своих родителей. Так и будет. Клюшка только. А вот так давай. Все равно в отпуск хочется возвращаться домой. Ну конечно, конечно. Я больше скажу, ребята, которые в команде, все в шоке. Какой классный Минск, как чисто. В принципе, все, что надо для жизни есть. На самом деле, минчане до конца не понимают, в каком классном городе мы живем. Это к разговору о том, что надо ли детям уезжать в Россию. То есть, в принципе, все есть. А у некоторых менталитет срабатывает в том, что где-то там все равно лучше. Как там говорится, хорошо там, где нас нет. Но раз ты дома, надо зайти к брату в соседний зал, так скажем, на соседнюю площадку. Там как раз молодежная сборная тренируется. Уровень. Говорят, ты очень сильно сравнялся в экстралигии, на твой взгляд. Команды все одинаково сильные. Вот. В этом-то, наверное, и главная такая особенность. В этом году, что, в принципе, любая команда могла обыграть любую. И в плей-офф там сколько седьмых матчей было. Не помню, но много было. Добрый. Да вон он. Кричит он, не кричит. Здорово. Они тут экспром придумали. Ничего вы. Но. Сергей Леонидович, там еще ваши племянники на льду. Между прочим, вчера утром смотрел тренировку. Мне очень понравилось. Здорово катаются. Даже был удивлен. И тренер здорово с ними работал. Не знаю фамилию, но мне очень понравилось. Мы передадим Коплине. Здорово, что у нас вратарь еще один появится. Ну, плюс и нападающий здорово катается. И, ну, может, мы все там как-то там все вместе. Может, кто-то на мостике окажется очень скоро. Ну, пускай еще поиграют пару годиков. Да, кстати, говорит Андрей, что именно Алексей на него похож в детстве маленький. Да, есть такое. И, кстати, я смотрел, я ему говорил, катание очень похоже. Он говорит, да что, правда, что ли? Да на самом деле очень похоже катается. Тяжело, когда в семье столько хоккеистов. Это же нервы. Это все такое, знаешь, брат нервничает. Ты за него переживаешь, он за тебя. Ну, есть такое, есть такое. Ну, мы в этом всю жизнь, да, и, наверное, свою жизнь не представляем без хоккея 100%. Ну, а так как брат, стать тренером, тренировать, маскидывать. Слушай, ну, время покажет, но нервы такие надо иметь, чтобы быть тренером. Погнали. Это самый возраст, когда, если ты закрепишься в хорошей команде, да, перейдешь на взрослый уровень, то у тебя есть, да, у тебя есть реальный шанс. Как это говорят, социальный лип, да, вот в спорте, он очень быстрый, но надо понимать, что спортивная жизнь, в принципе, коротка, да, и тебя потом после спорта вот так вот закончишь, тебя жизнь выплевывает. Ну, хорошо, если у тебя есть какой-то багаж, на котором ты можешь там найти себя дальше. Лех, что, ФП где? А. Тут такое дело, что в каком-то возрасте просто надо для себя понять, есть у них будущее или все-таки сосредоточься на учебе больше. У меня как-то, если честно, прошло это менее болезненно. Брат всю жизнь, да, в сборной, да, я тоже в раздевалке там тусовался постоянно, и как бы все меня знали, и там так все шуточки, все что-то. В сборную первый раз мне было, это был Кубок Полесии, мне было 17, что-то так. Ну, ты очень молоденький. Да, я там кто-то получил травму, и вот меня вызвали, еще в юности был, мне Михаил Михайлович говорит, в сборную едешь, я думаю, ну, нормально, хорошая штука. Знаешь, сколько я сейчас не беру у деток интервью, разные школы снимают, хоккей немецкие, благо их сейчас очень много, все как один говорят, я хочу заиграть в НХЛ, а я говорю, подождите, ребят, сначала у нас есть даже Динамо, у нас экстралига уже классная, есть Динамо, есть КХЛ, твои дети что говорят? Понятно, мечта у них заиграть в НХЛ, да, но я говорю, давайте вы сначала будете лидерами здесь, а там посмотрите. Ну, там все будет хорошо тогда. Ну, дай бог. Потому что, как показывают опыты, лидеры здесь неплохо себя чувствуют и в НХЛ, и в НХЛ. Абсолютно точно, абсолютно точно. Редактор субтитров А.Семкин